Друзья, всем привет! Вы слышите, последнее видео я снимала когда очень давно, в начале января, и вот только сейчас я появилась. Куда я пропала? Во-первых, вы из последнего моего видео слышали, наверное, что я приболела. Так вот, я до сих пор болела, а болела я всем нам известным, известной модной болезнью. Ну, не снимала, потому что у меня голос пропал, и не только голос пропал. Сейчас расскажу, симптомы какие были. Ну, как у обычного, обычной простуды, такой у РЗ, насморк, кашель такой, так чуть-чуть покаслило, такой мокренький несколько дней. В основном все перешло на верхние дыхательные пути. У меня это слабое место, поэтому у меня никогда не было в жизни воспалений. У меня логики такие сильные, потому что я с дальнего поступка все время в холоду гуляла, и люблю гулять, выхожу обязательно каждый день. Поэтому у меня с дыханием, а вот на нос, я вот с нами помню, потому что погода не простывала. С дыханием, а вот на нос, я вот с дыханием, а вот с дыханием, я вот с дыханием, я вот с дыханием, но чтобы это назвать другие, может быть, с дыханием погода иначе, очень холодный, вот, смотрите, я за спот хожу, и так, чтобы плавлетом ходить. Да, что самое странное, вот такие симптомы, что были странные, значит, утром, на утро такое более тяжелое состояние, а вот к вечеру становилось, как будто все проходило, как будто вообще ничего нет. А потом опять просыпаешься, а потом опять такое, этот, чуть-чуть саднит горло, чуть-чуть насквит, и опять к вечеру все проходит. И так, в течение трех месяцев, если утром как будто есть болезнь, а вечером нет, не знаю, у меня, может быть, какая-то особая история, не знаю. Из семьи тоже заразились, и показал анализ, все, вот. Вот, я не делала анализ, потому что утром как будто есть, потому что я люблю вот эти все анализы, и даже кровь никогда не сдают. Ну, это, конечно, если у семьи это, то у меня то же самое, потому что откуда же, все должно быть одинаково у всех. Конечно, холодный ветер, руки мёрзнут, а вот ноги у меня не мёрзнут. А знаете, почему у меня ноги не мёрзнут? А потому что их парю каждый день. Прихожу и парю в тазике. Вот, особенно во время вот этой болезни, когда каждый день парила ножки. У меня есть видео. Посмотрите, как я это делаю. Насыпаю соль, соду, уксус. И прекрасный способ поднять свой иммунитет. Ребятки, конечно же, я выходила гулять вот на прогулке, потому что ещё Мишель Нострадамус говорил, что даже во время чумы, когда люди болели этой страшной болезнью, он рекомендовал, кроме вот этих всех лекарств, какие-то рецептуры особенные, что-то связано с шиповником, обязательно ходить, дышать, выходить на свежий воздух, выходить не большие спортивные нагрузки, а просто тут я даже испытывала слабость, такое лёгкое голодушение, и всё равно я выходила. Выходила и чуть-чуть даже вокруг дома, но я гуляла. Я прямо чувствовала потребность дышать свежим воздухом, потому что в квартире такого воздуха нет. Что ещё хочу сказать, конечно, этот вирус, он даёт, вообще любой вирус, любой гриф даёт, он нагрузку на сердечную, сердечно-сосудистую систему, и, конечно, я чувствовала, что сердце, то оно с такой-то, мне так с сердцем-то не очень, то оно так прям сильно стучит, видна эта инфекция, а температуры, кстати, у меня не было вообще, и никогда нету температуры. То такая слабость, оно так медленно-медленно, короче, бросало то быстро, а то медленно, на сердце, да, на сердце. Так что нужно обязательно пить аспирин, чтобы предохранить себя от последствий. Ну, вот так вот, проходишь в такие места, и понимаешь, в чём смысл жизни. Конечно, в любую погоду приходишь сначала, думаешь, ого, как холодно, прям до конца ветер, прям тело пробирает, но вот когда дальше, больше, больше идёшь, организм потихоньку адаптируется к любой погоде, вот даже к такому холоду, и также к жаре, вот так вот, выходишь так некомфортно, а потом уже со временем тело уже адаптируется, и уже чувствуешь себя, начинает ты уже, как бы, тело, вы знаете, чем холоднее, тем оно будет начинать. Утром вращение, вентябре тебе становится. Кровообращение, что, кровообращение не такое, а что вы уже долго шла, а вот смотрите, всё-таки немного солнышко светит, Поэтому витамина Д чуть-чуть можно получить как-то. Но, конечно, наверное, будет, обещают, снег опять на Хермонию выпадет. В Юровсалиме снег выпадет. Но не так, как в Греции и на Кипре. Там вообще все занесло. У нас это будет послабее, потому что эта буря придет в более ослабленном состоянии. Может быть, к вечеру. Пока я не чувствую, но обычно холодная погода, ветер. Так, значится, у меня... Немножко в каньон зайдем. Надо купить там микрофон с наушниками. Так что вот, ребят, у меня свой природный иммунитет. Без всяких зонтиков. Вот так вот. Кстати, у нас карантин заболел до недели. После недели все же, можно спокойно гулять. Потому что, как я слышала одного врача, что все же, через неделю человек уже не заразен. То есть даже если есть осложнения, вируса уже нет. Просто переходит на такие воспаления в ослабленном организме. Открываются все инфекции. Поэтому не сам уже вирус... Вирус открывает путь к инфекции. Поэтому и случаются всякие осложнения. Вот. Если иммунитет сильный, то человек болеет неделю. Там вторая неделя такие же остаточные явления, как у меня. Так что вот так, ребятки. Пейте чай. Парки-ножки. Пейте аспирин. И все будет нормально. Вот такой у нас шторм, ребятки. Вот Грецию занесло снегом. А у нас, смотрите, просто дождик и ветер. Такой страшный шторм. Вот, смотрите, прошел дождик. Очень сильно пугали, что может потом будет сильнее ветер, сильнее дождь. Но пока вот прошел маленький дождик. Такой шторм. Даже чуть-чуть солнышко светит. Ну, сейчас уже посильнее дождь идет. Да. Вот, смотрите, какое. Вот, стихия.